За минувшую неделю российская пшеница рекордно подорожала, обогнав по цене нефть. Цена взлетела до 13 270 рублей за тонну, таким образом установив исторический максимум. Основной фактор, с которым связано повышение цен на пшеницу, это эпидемия, которая уже очевидно может повредить весенней посевной кампании. Во многих странах есть опасность, что весенняя кампания может быть сорвана полностью или частично, что приведет к снижению урожая в этом сезоне. И, соответственно, к повышению спроса на зерно по сравнению с объемами его предложения. Как следствие, повышение стоимости зерна может создать дефицит на внутреннем рынке. Компаниям станет выгоднее экспортировать свой продукт за рубеж, чем реализовывать его внутри страны. Дефицит это не спровоцирует. Другое дело, что это может спровоцировать повышение цен для относительного выравнивания внутренних и внешних цен. Но если на зерно будут введены более серьезные экспортные пошлины, то внутренние цены останутся неизменными. И при этом компании, которые экспортируют зерно, смогут получить большую выручку и остаться в плюсе. В целом, для России, учитывая, что Россия является экспортером пшеницы, эта ситуация выгодная. То есть затраты на потребляемую пшеницу у нас значительно меньше, чем выручка от продаваемой. Лилия Талибовальна, Адам Литяров, Универньюс.